Продолжение следует... Шум подняли, но пожелали остаться незамеченными объективами телекамеры водителей большегрузов. Их возмутили знаки, запрещающие проезд по Красноярской. Казалось бы, для кого же строили новенькую современную дорогу? Ответ оказался вполне простым и очень эмоциональным. Пока эта дорога закрыта для всех и ждет лабораторных исследований на качество и соответствие ГОСТам. Официально Красноярская дорога не открывалась. Хотя сейчас практически весь город знает о том, что по умолчанию по этой дороге ездят. Вынуждено по умолчанию по этой дороге ездят с той целью, чтобы нам не парализовать весь город. Вы видели, что велась очень агрессивная политика окончания работ по Южной. Если бы мы не закрыли глаза на возможность ездить по Красноярской, то мы бы парализовали весь город. Поэтому, ну есть такое выражение, по умолчанию, транспорт потихоньку начал ездить по Красноярской. Таким образом мы смогли отремонтировать Южную. Железногорские чиновники ждут красноярских лаборантов, которые объективно оценят качество работы дорожного полотна на Красноярской. Видимо, есть у чиновников предчувствие или знание того, что не все там так гладко, как хотелось бы. По крайней мере, Юрий Латушкин сегодня откровенно признался, что у него, как у автолюбителя, претензии к новой дороге и подрядчику есть. И именно ожидание экспертов из Красноярской лаборатории вынуждает нашу власть и ГИБДД жестко ограничить движение большегрузов по этой улице. Если сейчас, после того, что творят большегрузы на наших дорогах, приедет лаборатория и найдет какой-то дефект на Красноярской, у подрядной организации возник, естественно, ребята, вы разбили дорогу своими большегрузами. Поэтому мы поставили ограничение по движению большегрузового транспорта на улице Красноярской. Это вполне понятно, вполне логично любому здравому человеку. Но возникает второй вопрос. По этой дороге ездят в любое время суток крупнотоннажные автомобили. Четырехосные, шестиосные, сорока, шестидесятитонные, которые работают на возведение объектов подрядных организаций «Буреевый строй», «Спецстрой», «УАО ИСС», «Промпарк» и так далее. Почему, я спрашиваю, эти автомобили безнаказанно, безвозмездно должны разрушать дороги города? Хочешь кататься – плати и катайся. Такой сегодня принцип на железногорских дорогах для огромной строительной техники. Едут грузовики в основном на площадке будущих производств инновационного кластера. Это не дешевый проект. Правда, вот денег на временную дорогу к стройкам, как это было раньше, у подрядчиков в этом году не нашлось. Аксиома прошлых лет сегодня не работает. И каждый год, до недавних пор, в бюджет города от владельцев большегрузного транспорта, автокранов, самосвалов и так далее, мы получали более трех миллионов рублей. В этом году мы трехсот тысяч не набрали, потому что мы же в правовом государстве живем. Право у одних ущемляет право других. Значит, если мы сейчас ограничим движение с помощью ОГИБДД большегрузов по дорогам, начнется игра в поддавки. Вопрос, все же умные стали, вопрос такой, а вы поставьте весовой контроль. А почему мы должны ставить весовой контроль? Ну, для зрячего человека видно, что даже собственная масса сорокатонного автомобиля превышает ограничения. Но знаки-то ставятся ограничения на ось. Ставьте весовой контроль. Но нет в городе такого весового контроля. И ОГИБДД не спешит его приобретать. Я знаю, что во всем крае всего два пункта весового контроля в наличии. Поэтому люди безнаказанно едут под знак. Более того, когда мы начинаем разговаривать с предприятиями, перевозчиками, уважаемые, у нас вводятся ограничения. Ну, очень цинично они говорят. Да мы каждому водителю по 500 рублей дадим. Это будет гораздо дешевле, чем заплатить в ваш бюджет несколько миллионов рублей. Вот так. Но если вся эта ваханалия будет продолжаться, то Южная у нас не простоит до весны. Вы же видите, что творится. Вот такая ситуация. Поэтому я допускаю, да, пусть ездят большие грузы, но пусть они вносят лепту в городской бюджет, которая будет направлена на восстановление тех потрав дороги, которые они будут делать. Это моя точка зрения, как гражданина, как заместителя главы. Юлия Третьякова, Андрей Васильев, Сергей Чурин. Информэкспресс. Сейчас в нашей программе немного рекламы, после которой поговорим о мошенничестве.